Павел Петрович, добрый день. Это управляющий микрорайоном вас беспокоит. Как ваше самочувствие, как здоровье, как вы там соблюдаете режим самоизоляции? Они переболели ковидом в легкой форме, бессрочной госпитализации и ИВЛ. Поэтому имеют право лечиться амбулаторно, но есть одно условие. Ни в коем случае не выходить из дома. На кону здоровья окружающих, соблюдение режима самоизоляции амбулаторными пациентами сотрудники администрации города проверяют дважды в день. Амбулаторных больных в промышленном районе порядка 250 человек. В декабре их было почти в три раза больше. Информацию о новых заболевших из поликлиник направляют во внутригородские районы. Мы получаем из администрации промышленного района, нам ее сообщают в табличном виде, с адресами, с фамилиями. Контролируем соблюдение этого режима самоизоляции. Если у больного нет родственников, которые смогли бы за ним ухаживать и приносить продукты, можно и нужно обращаться к волонтерам. Напомним, в Самаре в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» работают волонтеры. Они помогают заболевшим самарцам и гражданам старше 65 лет доставкой продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Оставить заявку можно по телефону горячей линии. Эти больные должны находиться дома. Не у всех есть возможность, чтобы приносили там дети и продукты, и лекарства. Поэтому управляющие микрорайонами взаимодействие с людьми отлаживают на сей счет и помогают, если кому-то такое нужно. В случае, если амбулаторный пациент перестанет выходить на связь с проверяющими, контроль усилит. Информацию о нем направят в отдел МВД. Инфицированным, нарушившим карантин, могут назначить штраф до 40 тысяч рублей. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События.